Подписчики меня уже давно просили сделать нормальный пульт радиоуправления на Ардуино, ну и вот собственно встречайте. Простые пульты на дощечке и готовые щилды для Ардуино я уже показывал, в этот раз была задача собрать что-то посложнее и поуниверсальнее. Наподобие заводского пульта для РЦ моделей, но я решил пойти немного другим путем, зачем делать то что уже есть, да еще и копируя все недостатки, пренебрегая возможностями, которые дает нам Ардуино. А именно, это возможность подключения различных устройств, то есть модульность и полный полет фантазии в плане написания собственного программного кода для управления этими устройствами. Отсюда у меня возникла идея сделать модульный пульт с большим количеством слотов, в которые можно вставлять различные органы управления и контрольные приборы, создавая тем самым нужную конфигурацию пульта под нашу задачу. Подобную разработку я когда-то давным-давно начал делать, но потом отложил ее в долгий ящик. Сейчас достал ее, покрутил и при наличии 3D принтера и возможности заказывать нормальные печатные платы в Китае решил сделать все немного по-другому. Расскажу немного поподробнее, так как выяснилось, что части аудитории больше интересно слушать мысли автора по ходу разработки, чем смотреть на сам готовый проект. Итак, первым делом естественно идет подборка нужных радиоэлектронных компонентов и разработка электрической принципиальной схемы. Схему я разрисовал как обычно в EZDA, так как для большинства это будет самая удобная и доступная программа. Ссылка на уже готовый окончательный проект будет в описании под видео. Поначалу я хотел использовать Arduino Uno, LCD Display 1602 и наш до более любимый NRF24L01 радиомодуль. Но так как у Arduino Uno достаточно мало пинов вводов-выводов, в частности аналоговых, джойстики пришлось запараллелить по 3 штуки. А также в целях экономии все тех же пинов пришлось отказаться от моего LCD экрана и перейти на LCD экран, работающий по шине I2C. Есть такие же экраны с дополнительным модулем, которые позволяют им работать через I2C шину. Ну и раз уж тут такое дело, почему бы не использовать какой-нибудь экранчик посовременнее. Я тут поспрашивал у подписчиков и они посоветовали более современный OLED дисплей. Вживую я таких дисплеев ни разу не видел, поэтому решил пойти поискать их в местных радиомагазинах, там на них посмотреть и заодно закупиться всем остальным. Ждать с Алиэкспресс месяцами у меня времени как всегда нет, да и у нас что-либо тут заказать с Алиэкспресс в Крыму это целый квест. Мне повезло, нашел у нас такие OLED дисплеи. Дисплей на 0,96 дюйма мне показался как-то очень маленьким, поэтому взял дисплей на 1,3 дюйма. На всякий случай прикупил LCD экран 1602 с I2C модулем и плат Arduino Mega. Да, у нас тут это все очень дорого, поэтому лучше покупайте на Алиэкспресс, ссылки оставлю в описании под видео. Разместил все компоненты на плате, расставил разъемы и LCD экран 1602 мне показался каким-то очень большим, тем более он съедает два места под верхние слоты. Поэтому сразу решил заменить его на OLED дисплей, который гораздо меньше с большими возможностями. Покрутил, посмотрел, подумал, тут бы еще кнопок добавить для экранчика, чтобы по меню ходить. А у Arduino Uno свободных пинов уже впритык, да это еще при том, что джойстики уже по три запараллелены. То есть я могу максимум использовать три джойстика и аналоговые пины уже закончились, да и цифровых уже практически не осталось. Эх, ну раз делать, так уж делать, дорого-богато, ставлю Arduino Mega. Пульт в отличие от приемников будет всего один, и так как мы его держим в руках, у нас практически нет ограничений по размеру и весу. В отличие от приемников, где эти параметры будут напрямую влиять на характеристики модели, на которой они установлены. Разрисовал по новому плату, и теперь можно хоть восемь джойстиков вставить, и еще останется куча свободных пинов. Ну и раз теперь полно свободного места и пинов, спросил у подписчиков, чтобы они еще хотели добавить. Немного подумали, решили добавить гироскопы MPU6050 и Bluetooth модуль HC05 или 06. Кто захочет, напаяет и будет использовать, кому не надо, просто не впаивайте, но место под них есть и дороже эта плату не делает. Постепенно такая вот плата начала вырисовываться. Arduino и радиомодуль снизу, сверху гироскопы, кранчики и всякие разъемы. Ну и раз у нас есть NRF радиомодуль с антенной, ему надо хорошее питание, поэтому я решил добавить стабилизатор напряжения на 3,3 вольта. Микросхему взял в корпусе для поверхностного монтажа, ну и в обвязку, как положено, добавил конденсаторы. Еще немного покрутил плату, подрезал текстолит по бокам, добавил разъемов сверху для подключения торцевых слотов, а также решил добавить место под еще один Bluetooth модуль, ну чтобы можно было впаять HC05 или HC06. Но идея оказалась глупой, так как эти модули взаимозаменяемые, и на место HC05 можно впаять HC06. В конечном итоге остановился на такой компоновке платы. Так как больше никаких вменяемых идей от подписчиков не поступило, что еще можно сюда добавить, было принято решение делать плату в таком виде. Вот ее финальная электрическая принципиальная схема. Ну а дальше дело за малым, за китайцами. Заказывать буду как обычно в сервисе GLCPCB. Подробно как заказывать изготовление печатных плат через этот сервис я показывал в прошлых видео, поэтому здесь на этом останавливаться не будем, ссылку на сервис и видео с инструкцией как заказывать платы оставлю в описании под этим видео. Закинул гербер файл для просчета, выставил все желаемые параметры и программа мне рассчитала цену. Вот уж действительно дорого-богато, 700 рублей только за платы, еще столько же доставка. Но справедливости ради, это цена за 5 плат, тут меньше заказать просто нельзя. И цена доставки у всех тоже будет разная. Естественно 5 плат мало кому надо, поэтому подписчики из нашей группы ВКонтакте выкрутились следующим образом. Сделали фотографию своих полученных плат, добавили в альбом группы с текстом «Продам лишнее». Последние добавленные фотографии видны всем на главной странице группы, так что можете пользоваться, метод я одобрил. Если подписчики попросят, могу сделать отдельный раздел в группе из разряда «Купи-продай». Ну а дальше уже сами договаривайтесь по цене и доставке, я вариант предложил. Долго ли коротко, но платы наконец-таки ко мне приехали, с характерным отпечатком ноги почты России на коробке. Да даже если бы погрузчиком по коробке проехали, с этими платами бы ничего не случилось, но китайцы их все равно завернули в пупырку и вакуумную упаковку. Платы есть, теперь осталось их напаять. Как паять, смотрим мое видео про пайку, там миллионы просмотров уже зашкаливают. Я решил напаивать плату следующей последовательности. Нарезал гребенки, вставил их в отверстие, накрыл ковриком и перевернул. Так все гребенки станут в одной плоскости и не будут рассыпаться и разбредаться во время пайки в разные стороны. Во время пайки старайтесь уделять больше всего внимания всем земляным выводам, они хуже всего пропаиваются, так как большой медный полигон тянет на себя тепло и работает как радиатор. Мне уже сообщали, что якобы мои платы не работают, но проблема оказалась банально в некачественной пайке. Загнутые контакты из блютуз модуля я решил выпаять и запаять туда прямые. После пайки как обычно смываю все остатки флюса спиртом, ну на этом как бы вся пайка закончена. Это была наверное самая простая и быстрая часть изготовления пульта. После сборки платы желательно проверить наличие отсутствия коротких замыканий по шинам питания. Да и китайцы вроде говорят, что платы проверяют, но все же лишним это не будет. Поэтому ставим мультиметр в режим прозвонки, проверяем сопротивление на входных клеммах питания, шине 5 вольт и на выходе стабилизатора напряжения 3,3 вольта. Если нет короткого замыкания с землей, то можно переходить к подключению питания и проверке напряжений. Рекомендуемое напряжение питания для пульта будет такое же, как и для ардуино мега. Это диапазон от 7 до 12 вольт. Подключаем аккумуляторы, если светодиод питания на ардуино засветился, то значит все нормально и можно проверять напряжение. Ардуино должна выдавать напряжение 5 вольт, от которых питается все на плате, даже стабилизатор напряжения на 3,3 вольта. И тут я понял, что конкретно накосячил. Оказалось, что вся 5 вольтовая шина вместе со стабилизатором не подключена к выводу 5 вольт ардуино. На электрической принципиальной схеме соединение 5 вольтовой шины было, но трассировщик его почему-то проигнорировал. А я при проверке платы, как говорится, этого слона и не заметил. Ну что ж, тупой, невнимательный, каюсь, бросаю проводок, решаю проблему. В проекте платы сразу все подправил и дорисовал дорожкой. Еще раз подключаю питание, и теперь уже везде есть 5 вольт, и стабилизатор напряжения выдает свои положенные 3,3 вольта. Теперь можно смело подключать все модули, не опасаясь за их здоровье. Для начала я решил проверить основные модули по отдельности. Залил проверочный скетч для экрана и посмотрел, как он работает. Ну вполне себе неплохо, мне понравилось его разрешение. И картинки рисовать можно, и какую-то анимацию выводить. А моргает он из-за несовпадения частоты кадров с камерой. Вживую здесь все нормально. Следующий этап проверки – это подключение наших горячо любимых радиомодулей NRF24L01. Передает пульт на самодельный приемник CCU2020, про который есть отдельное видео. И хотелось бы сказать, что тут проблем не было, но нет. NRF24 и без проблем так не бывает. Вот смотрите, теперь я подключаю модуль с усилителем и антенной, как было задумано изначально. И ничего не работает. А теперь используем инструмент «Волшебный палец». Вот я вообще в шоке, и никакие танцы с бубном и напайки конденсаторов прям на выводы питания радиомодулей тоже не помогают. При том, что эти конденсаторы я уже заранее впаял на плату пульта. Оказалась проблема с антенной, которая идет в комплекте с радиомодулем. Ее можно сразу смело выкидывать. Поставил антенну от какого-то роутера D-Link и все пошло. И вот только сейчас на этих кадрах я заметил, что антенны D-Link в центре разъема отверстия, а не штырек. То есть такое же отверстие в разъеме передатчика. И как это работает, непонятно, но оно как-то работает в отличие от антенны, которая идет в комплекте. В общем, эти NRF-радиомодули лучше заказывайте сразу несколько штук. У меня даже те, которые без антенны, один из трех работает нестабильно. Ну что ж, основные функции платы работают, сама плата есть, теперь можно переходить к разработке корпуса пульта. И теперь мне надо получить 3D-модель платы. Поначалу функции экспорта 3D-моделей в Изи идеи не было. Но разработчики обещали в ближайшем времени ее добавить, и пока я занимался другим видео, они все-таки это сделали. Файл экспорт 3D-модель формат obj. Вот только почему obj? В этом формате просто экспортируется сетка из полигонов, да еще и местами какая-то битая. Работать с такими объектами в программах 3D-саппор, наподобие Inventor или Solidworks, крайне неудобно. Никакие привязки к отверстиям и плоскостям здесь толком не работают. Так как отверстия здесь по факту это просто многоугольники, а вместо плоскости выбирается какой-то из полигонов. Ну и в довершение ко всему, плата экспортировалась в дюймах, а не в миллиметрах, то есть почти в 4 раза больше, чем должна быть. Пришлось ее еще масштабировать, в общем, намучился я с этой ихней 3D-моделью платы знатно. Первые наброски корпуса вышли примерно такие. По размерам корпус пульта получился примерно такой же, как у пультов для большинства RC-моделей. Расположил плату внутри корпуса на достаточно высоких стойках, так как от идеи утопить Ардуино в дно корпуса пришлось отказаться. Потому что тогда бы на дне корпуса появился выступ, с которым потом бы тяжело было напечатать такую деталь. Это была бы куча поддержек почти весь печатный стол и испорченный вид детали, как раз на ее лицевой части. Так как дисплей сильно не достает до крышки, пришлось его отдельно вынести на проводах и прикрутить крышки пульта. Скачал отдельно несколько 3D-моделек такого дисплея. Если кому-то интересно, все 3D-модельки различных стандартных модулей я скачиваю с сайта GrabCut. Надеюсь, правильно прочитал название. Но тут возникла маленькая проблемка с размером крепежных отверстий. У того экрана, что купил я, межосевое расстояние между отверстиями в районе 29 мм. Замерил отдельно штагенциркулем. А у всех скачанных 3D-моделек эти расстояния были в районе 30-31 мм. Пришлось отдельно распечатывать этот фрагмент крышки корпуса, чтобы не печатать всю деталь, которая имеет размеры практически во весь печатный стол. Ну на этом фрагменте проверять размеры. В принципе, при 29 мм все собралось. Следующая задача, которую надо было решить, это как крепить крышку слота к крышке пульта. Да так, чтобы это все достаточно быстро разбиралось. Долго крутил-вертел, пробовал различные варианты. В конечном итоге получилось следующее. Крышку решил сделать на защелках. И чтобы она не проваливалась в слот, пришлось сделать ступеньку на крышке и такую же ступеньку в самом слоте. А потом возник вопрос, как же просто гладкую крышку достать из слота, если все слоты закрыты такими крышками. Поэтому сразу пришлось предусмотреть вот эти вот полукруглые вырезы по краям. Это специально, чтобы крышку можно было подцепить ногтем. Да, еще бы отдельно хотелось упомянуть неласковым словом этого китайского инженера, который делал модуль этого джойстика. Как, почему, ну ты специально что ли? Ну как можно было не совместить центр платы с центром стика? Теперь этот модуль может стать только в одном единственном положении в уже готовом устройстве. Его нельзя крутить. И насколько этот стик смещен в сторону, другому разработчику придется только угадывать, так как что-либо там замерить тяжело. Вот именно по этой причине отверстия в крышке у меня получились так криво. Дальше также вырезал и распечатал фрагмент слота и начал подгонять крышку с защелками, перепечатывая ее несколько раз. В конце концов у меня получилось более-менее рабочее соединение, но с защелками еще можно поработать, иногда они отламываются. В данную крышку слота джойстик встраивается при помощи 4 винтов и 4 гаек М3. Длина винтов от 16 мм, резьба должна быть сплошная, чтобы гайки можно было закрутить до конца. Гайки держат плату, винты вкручиваются в пластик крышки, никакую более простую конструкцию я придумать не смог. После настройки нужной высоты винты надо будет подрезать, иначе за них будет цепляться стик. В конечном итоге такая вот 3D модель пульта у меня получилась. Для примера я заполнил слоты максимально возможным количеством модулей с джойстиками. Да, в этом пульте одновременно могут работать до 8 джойстиков, независимо друг от друга. И еще останется 5 свободных слотов для других органов управления. Да, такое количество джойстиков не понадобится ни одной РЦ модели, но пульт задумывался не только для управления РЦ моделями, но и для управления роботами, которые вскоре появятся на канале. Надеюсь. Ну и вот там вообще неизвестно, какие понадобятся органы управления, в каком количестве и как они будут расположены на пульте. Отсюда и такая конструкция самого пульта. Аккумуляторный отсек я решил сделать отдельным блоком и прикрутить снизу пульта. Сделано это было из соображения универсальности, чтобы каждый смог использовать сборку из аккумуляторов того типа, который у вас есть. Изменять размеры аккумуляторного отсека под свои аккумуляторы, ссылки на исходники всех 3D моделей будут в описании под видео, а не только на формат STL. Для удобства печати весь пульт был разбит на 5 крупных деталей и множество мелких крышечек для слотов. Крышки можно редактировать и встраивать в них различные органы управления. Самая крупная деталь это дно, к нему прикручиваются платы и все остальные детали. При печати эта деталь занимает почти всю поверхность стола стандартного принтера. Крышка пульта, компромиссная деталь. Из-за ступеньки в слотах, внешнем виде лицевой части и отсутствии поддержек при печати снизу, ребра жесткости пришлось перенести снизу на верх детали, на ее лицевую часть. Крышка прикручивается к детали корпус крышки. Корпус крышки и крышка разбиты на две детали, потому что будучи одной деталью их нельзя будет распечатать без поддержек. Ну и в случае поломки крышки при частой замене модулей в слотах, ее будет дешевле и проще перепечатать. Ручка, как ни странно, нужна для удобной переноски пульта. Также является элементом дизайна, но только не с моими дизайнерскими навыками. Ну и когда 3D модель уже есть и все продумано, можно переходить к печати. Ну а дальше следовала череда событий, можно сказать суровые будни 3D печати. В катушке начал заканчиваться пластик от Грега, его диаметр начал гулять и все настройки принтера съехали. Качество печати упало хуже некуда, никакие настройки уже не помогают, так что надо заказывать новый пластик. Ну и естественно в этот момент на сайте Грега весь ПЛА пропал, прям вообще весь. И у местных перекупов на Авито тоже все закончилось, в лучшем случае будет через неделю. Решил подождать неделю, ну и чтобы не сидеть сложа руки, достал АБС от ФД пласта и решил попробовать попечатать им. Дальше все по классике, при неправильной замене пластика забилось сопло, пришлось его снимать и чистить. Ну а дальше бесконечная печать кубиков, температурных башенок, корабликов, настройка ретрактов, калибровка потока, ну и так далее. В конце концов более-менее получилось победить АБС пластик и вот эта вот деталь печаталась 5 часов, моим соплом с диаметром 0,3 мм. В качестве адгезива к столу использовал клеевый карандаш. И когда отрывал деталь от стола, она так приклеилась, что оторвала 2 куска стекла. Дальше еще за 5 часов я распечатал деталь корпус крышки, вставил в нее крышку. А в деталь крышку вставил дисплей и примерил крышку слота, все подошло. Ребра жесткости вроде бы держит, единственное упущение, надо было добавить еще 2 винта. Вот эта нижняя стенка свободно гуляет. Дальше следовала печать самой крупной детали, это дно корпуса. С моими настройками принтера такая бы печать заняла 21 час. Но тут есть одна проблема, как распечатать вот эти отверстия. В автоматическом режиме слайсер не поставил никаких подпорок. Мосты для АБСа я так и не настроил, да даже если бы и настроил, то вряд ли была бы качественная печать, про которую бы я еще узнал спустя наверное 19 или 18 часов печати. Поэтому я решил поступить так же как с подгонкой слотов, вырезать этот фрагмент корпусом и вручную расставить в нем поддержки. Есть такая функция в Simplify, после чего за час распечатал этот фрагмент. Ну получилось скажем так сносно, в принципе можно ставить на печать всю деталь. Как и пророчил слайсер, деталь напечаталась за 21 час, но к моему великому удивлению даже с первого раза. Да, немного накосячил в одном углу и скругления получились не очень, но АБС очень хорошо обрабатывается и это быстро поправимо. Такая вот коробочка получилась, теперь осталось примерить плату. По крепежным отверстиям плата малость не попала, есть смещение буквально в полмиллиметра. Видимо когда я проецировал геометрию отверстий с платы, плата была перевернута другой стороной. А четко расставить отверстие по размерам на плате в EZD достаточно сложно, вот видимо и закралась погрешность. Но все это скомпенсировалось высокими стойками, которые могут изгибаться и собралось без проблем. Выход под антенну передатчика четко попал на свое место в прорезь, а вот с разъемами ардуино я почему-то сильно промахнулся. Смещение влево составило 2 мм USB разъема и 3,5 мм разъема питания. Исправил данную ошибку в 3D модели корпуса, но скорее всего здесь ошибка именно в 3D модели самой платы ардуино. Дальше следовало печать аккумуляторного отсека. И тут передо мной стал выбор, если печатать так, то печать займет 14,5 часов из-за большого количества поддержек, но деталь будет ровная и красивая. А если печатать так, то печать займет всего 7 часов, уйдет меньше пластика, но вот эти вот крепежные уши будут иметь плохой внешний вид. Ну и как всегда победила жадность, поэтому напечатал по второму дешевому и быстрому варианту. Эх, не гнался бы ты поп за дешевизной, все это потом пришлось вышкуривать наждачкой, а угол вообще оторвался от стола и загнулся. Ну и последняя печать крупной детали печать ручки. Здесь все напечаталось без проблем за 6,5 часов. Ну и в конце всей этой многодневной печати мой старенький принтер с акриловой рамой еще раз напомнил мне, почему не надо печатать на нем АБСом. Вот эту деталь стола надо вообще заменить на металлическую, иначе ничего с ней не поделать. Дальше покажу сам процесс сборки пульта, правда местами он будет выглядеть немного странно, так как выяснилось, что в плане монтажа и съемки гораздо проще что-то разобрать на камеру, а потом просто прокрутить в обратной последовательности и получится как будто оно собирается. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Собрал пульт в минимальной конфигурации, используется всего два слота, да и то отдал один слот под тумблер-выключатель. При загрузке экрана у меня выводит лого и какую-то базовую информацию про скетч, чтобы знать для какой конфигурации пульта он загружен. Дальше вывожу на экран координаты и координатные оси, а также отображаю есть ли соединение с приемником. Приемник у меня установлен на собранную на скорую руку модель, которая управляется по танковой схеме. Скетчи для приемника и передатчика практически полностью написаны не мной. Все время, пока я занимался напайкой печатной платы, разработкой и изготовлением корпуса пульта, скетчами занимался один из подписчиков. Но чтобы вы не думали, что тут надо быть каким-то особенным крутым программистом, вот, пожалуйста, школьник справился. Тимур Рудометкин красавчик, спасибо от меня лично. При нажатии на стик активируется второй режим управления с помощью встроенного в пульт гироскопа. И теперь моделью можно управлять при помощи наклона самого пульта. Ну что ж, вот он, как и просили, пульт посерьезней. 13 слотов, олит-дисплей, мощный процессор и два радиомодуля на борту. Совместимость со всеми ардуино датчиками и модулями, а также полный полет фантазии в плане написания собственного программного кода. Такой в магазине не купишь. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу модульного пульта и стоит ли он потраченных на него денег. Все исходники 3D моделей, скетчей, библиотеки будут в описании под видео. На этом у меня всё. Я думаю, этот пульт вы увидите ещё не раз в разных проектах и в разных конфигурациях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...